Ситуация вокруг Чуваш-Кредитпромбанка остается в центре внимания органов власти и средства массовой информации. Напомним, 7 ноября Центробанк России отозвал лицензию банка. Его вкладчиками были физические и юридические лица, в их числе ТСЖ и управляющие компании, хранящие там средства собственников квартир. Здравствуйте, это программа «Между строк» и я ее ведущая Анжелика Григорьева. Лишение лицензии довольно суровая мера. Применяется при серьезных нарушениях. В данном случае такой приказ подписал Центральный банк России за неоднократное неисполнение требований федерального законодательства и нормативно-правовых актов Центробанка. Немного предыстория. Проблемным Чуваш-Кредитпромбанк стал в последние годы. К сожалению, Минюст Республики, как акционер, не обладал достаточными полномочиями, чтобы повлиять на руководство Чуваш-Кредитпромбанка. Пакет акций составляет 36%. На самом деле, Светлана Александровна сказала, да, 18-й год был убыточный, мы, соответственно, и дивиденды не получали. Вы понимаете, что это не контрольный пакет акций, мы его неоднократно пытались продавать. Вы сами были свидетелем этой ситуации. Цифры, скажу, с 19-го года на память посчитали, 9 раз только пытались продать этот пакет акций. Едва стало известно об отзыве лицензии, к Чуваш-Кредитпромбанку потянулись люди. Информацию получить можно, но клиентов она не радует. Пластиковые карты держателей заблокированы, банкоматы не работают. Все банковские операции Чуваш-Кредитпромбанка прекращены. В банке сейчас работает временная администрация, которая формирует реестр требований. Ситуацию держит под контролем Минфин Чуваши. Все вклады, депозиты физических лиц в сумме 1,4 миллиона, они агентством по страхованию будут выплачены. Кроме этого, сюда входит в систему обязательного страхования по обязательным выплатам и субъектам малого предпринимательства. На сегодняшний день всего вкладов в данном банке 3,9 миллиардов рублей. Но коллеги, нужно понимать, что данная сумма, она может быть откорректирована после того, как временная администрация в полном объеме соберет информацию и более точную цифру нам скажет. С этой темы начал свою встречу с журналистами глава Чуваши Михаил Игнатьев. Глава региона отметил, что вкладчика в беде не оставят, хотя ситуация была предсказуема. Касаясь моей работы, я начиная с 2010 года, когда вступил в эту должность, ездил в Центральный банк Российской Федерации, показывал, какая ситуация, когда контрольный пакет ушел, какие средства были выведены. Бизнес тоже не должен страдать. Все вопросы будет рассматривать конкурсный управляющий банка, отметил Михаил Игнатьев. Поэтому те средства, которые будут собираться, поэтапно, по шагу, они будут выданы тем, кто имел там вклады. Когда и где начнутся выплаты вкладчикам Чуваш Кредитпромбанка? Кому они положены в первую очередь? Куда обращаться, если вы не обнаружили своей фамилии в реестре кредиторов? На эти и многие другие вопросы ответили председатель кабинета министров Чуваш Иван Моторин и представитель агентства по страхованию вкладов. В ДК имени Ухсай они и встретились с вкладчиками. У нас просто вкладок Чуваш Кредитпромбанки. Я пенсию там получала. А сейчас как? Надо что-то переоформлять? Интересует, куда обращаться, где писать заявление, когда, в каком порядке будет возмещение. Вопросов у вкладчиков по-прежнему много. В короткие сроки был проведен конкурс по отбору банка-агента. Как вы уже, наверное, все знаете, это Ростельхозбанк. Выплаты начнутся 18 ноября. Денег хватит на все, поэтому в первые дни банк-агент, скажем так, не надо идти, терять время на то, чтобы стоять в очередях. Выплачивать страховое возмещение будут в течение года. Мы выплачиваем эти вклады в наших 12 точках присутствия. Это три точки в городе. Основная точка выплата – это президентский бульвар, наш филиал. Но и в тех районах, где были домофисы у Чуваш Кредитпромбанка, еще раз напомню, это Канаж, Аллаты, где у нас все, Батарева, да, там будет выплата. Но поскольку очень много вкладчиков выплачивается здесь в городе, мы, близлежащие к нам наши домофисы, это Когеси, Цивильск, Красноармесь, тоже подключили к выплатам. Если вкладчик не обнаружил своих данных в реестре кредиторов, а такое возможно, если у человека кредит в этом же банке или какая-то другая задолженность, нужно обратиться ко временной администрации банка или в агентство по страхованию вкладов. По всем вопросам, по вторникам и четвергам, жителей бесплатно будут консультировать юристы и адвокаты в общественной палате по адресу площадь Республики, дом 2. Самая благоприятная ситуация сейчас средовые вкладчики. Им выплаты положены в первую очередь. Получили ответ на вопрос? Получил. Все отделения Россельхозбанка, все они будут выдавать. Много вопросов было в отношении страховой суммы, миллион четыреста. Это мы знали, но еще раз подтвердили, что не беспокоиться не надо. У кого меньше страховой суммы, получат полностью с процентами. Во вторую очередь, выплаты положены юридическим лицам. Больше всего вопросов у представителей ТСЖ. Мы собирались менять рамы в подъездах. И вот получилась такая ситуация. Накопили денег, потому что трудно накопить деньги. Сейчас накопили деньги, и очень трудно. Народ возмущен, конечно, этим. Только в Новочебоксарске в непростой ситуации оказались 22 дома. Мы копим деньги на своем счете для ремонта своих домов. С ресурсами надо рассчитываться, за тепло, за воду. И поэтому у нас теперь вопрос возникает, а как же быть с этими деньгами, которые у нас накопились на расчетном счете. Сейчас временная администрация проводит анализ активов банка. В зависимости от качества этих активов, возможности их реализовать, будет рассчитываться по покрытию обязательств, которые были у банка. Банком-агентом по выплатам страхового возмещения вкладчиком Чуваш Кредитпромбанка стал Россельхозбанк. Раньше обещанного срока вместо 21 ноября, 18 ноября, специалисты банка начали прием документов от вкладчиков, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, отнесенных к малым предприятиям. В этот же день люди стали получать первые выплаты. По предварительной информации, за выплаты страхового возмещения на сумму 2 миллиарда 730 миллионов рублей могут обратиться не менее 11 тысяч 300 вкладчиков, в том числе 1400 малых предприятий. Вчера я пошла записывать на сегодняшний день. Меня обслужили очень быстро, в течение 10 минут. Свой вклад я перевела в другой банк, потому что у меня там был открыт счет. Деньги мне переведут без комиссии. Можно даже не приходя в банк записаться электронно, что вот я и сделала. Мне потом отзвонились в банк, сказали в какое время подойти. Мне показалось это очень удобно. Меня очень хорошо, быстро обслужили, предложили интересные вклады. Вот я уже один сейчас оформила. Касательно выплаты клиентам Чуваш Кредит Промбанка сообщаем, что все проходит на штатном режиме. Сегодня второй день выплаты. Наблюдаем уменьшение очередей. Для того, чтобы ускорить процесс выдачи, мы подключили 11 офисов. Также есть выделенные номера телефонов для регистрации клиентов. Также можно направить сообщение на регистрацию через электронный адрес. На этом фоне уже принятых конкретных решений несколько странной выглядела встреча с жителями депутата Государственной Думы России Анатолия Аксакова. Пустой зал, жесткие вопросы вкладчиков, невнятные ответы. Как сказал депутат Анатолий Аксаков, приехал он по многочисленным просьбам вкладчиков. Куда они делись? Вопрос. Тот же зал в ДК Ухсая накануне выглядел совсем иначе. В субботу, похоже, немногочисленные зрители собрались, чтобы задать достаточно жесткие вопросы. Ситуация еще ваш Кредит Промбанком, она была не сегодня и не вчера, как видно из всех выступлений, а год назад. У меня вопрос, почему вы, Анатолий Геннадьевич, не помогли своим землякам раньше, с тем же предприятиям ЖКХ, которые хранят там средства, где вы были, не встретились с нами. По балансу активы превышают обязательства банка, причем на приличную сумму, на 400 миллионов рублей. Поэтому, а все остальное я не могу узнать, потому что есть законы, которые запрещают знать банковскую тайну и в нее влезать. Вообще, слово «почему» было самым употребляемым на этой встрече. Те деньги, которые свыше 1,4 миллиона, они получаются заморожены на неопределенный срок, а с этих денег придется платить налог. Нельзя ли на уровне Чувашской республики и на уровне федерального бюджета продумать с налоговой инспекцией этот момент как-то так, чтобы не освободить от уплаты этих налогов, а до разрешения всей ситуации, чтобы приостановили взыскание. Потому что в феврале судебные приставы исполнительные придут взыскивать эти налоги. Самыми незащищенными в этой ситуации оказались предприятия ЖКХ и товарищество собственников жилья, которые на счетах хранили платежи, предназначенные для оплаты коммуналки и проведения капремонта домов. Они свои средства смогут получить лишь в третью очередь, после того, как рассчитаются со всеми вкладчиками банка предпринимателями. 24 января Минфин подготовил проект в Госдуму о том, чтобы включить ТСЖ, садоводческие товарищества в ту же очередь, где находятся вкладчики и где находятся юридические лица, малый и средний бизнес и ИП. Почему до сих пор этот закон не принят? У меня вопрос. 24 или 21 июня какие-то движения были по этому законопроекту. И опять он отложен. В чем вопрос? Почему мы сейчас остались у разбитого корыта? Пока документ дойдет до голосования, много воды утечет в переносном и прямом смысле. Под удар поставлены простые жители нашего города в области ЖКХ. Эти проблемы накапливаются как снежный ком. То есть уже сегодня нам выставили требования предприятия, ресурсоснабжающие организации, а платить нам нечем. У нас на счетах, то есть счета заблокированы. Единственный, кто предложил действующую на сегодня схему, был председатель правительства Иван Моторин. Есть сложность, да, у вас счета заблокированы, соответственно, если там собраны суммы, у вас есть сложности в текущих платежах, да, ну, по крайней мере, текущего месяца. Готовы с администрацией городов собраться, посмотреть, что можно, там, рассрочить, как ты платешь, еще какие-то действия сделать. По этому направлению готовы отработать совместно с Министерством строительства и с администрацией городов. Ну, как я уже сказал, наиболее пострадавшие предприятия ЖКХ и управляющие компании ТСЖ. Вот и получается, пока одни предпринимают конкретные шаги, другие только обещают разобраться в ситуации. Читайте между строк и делайте свои выводы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова